Здравствуйте! На одном из прошлых уроков я говорила о том, что эллипс можно определить как геометрическое место точек, сумма расстояния от каждой из которых до двух особенных точек, так называемых фокусов, постоянно. Давайте я все наглядно продемонстрирую. Это ось Х. Итак, сумма расстояний от любой точки эллипса до фокусов – величина постоянная. Вот я нарисовала эллипс. Как-то так. Центр в начале координат. Конечно, это необязательно, но в нашем случае лучше взять эллипс с центром в начале координат. Предположим, здесь находится один фокус, а здесь – второй. И эллипс мы можем определить как геометрическое место точек, сумма расстояний от которых до фокусов эллипса – это расстояние до первого фокуса. И если мы к этому расстоянию прибавим еще это расстояние, давайте обозначим это расстояние как d1, а это как d2, и д2. Сумма этих расстояний… Обратите внимание, это касается всех точек на эллипсе. Давайте возьмем еще какую-то точку, например, эту. И если мы сложим это расстояние и это, назовем эти расстояния d3 и d4. Сумма этих расстояний от любой точки до фокусов эллипса – величина постоянная. Следовательно, d1 плюс d2 равно d3 плюс d4. Это свойство выполняется для любой точки на эллипсе. Также мы выяснили, что это будет равно 2а, где а – это большая полуось, или большой радиус. В уравнении эллипса мы тоже встречаемся с этим параметром. Итак, х в квадрате, деленный на а в квадрате, плюс у в квадрате, деленный на b в квадрате равно 1. Также мы с вами говорили о том, что фокусное расстояние расстояние от центра до одного фокуса и от центра до второго фокуса равно корню квадратному из разности этих двух величин. Если мы обозначим фокусное расстояние через f, то f будет равно корню квадратному, если а больше b, из а в квадрате минус b в квадрате, как в нашем случае. Если бы эллипс был расположен вертикально, давайте я его нарисую, провожу оси, вот как-то так будет выглядеть этот эллипс. В этом случае большая полуось, или большой радиус, будет лежать на оси у. Это у нас b, а это а. Значит, в этом случае b больше а, эллипс вытянутый и узкий. А фокусы, запомните, всегда лежат на большой оси. В данном случае большая ось лежит на оси у. Следовательно, фокусы приблизительно будут здесь и здесь. И так как b больше а, то фокусное расстояние f, вот оно, будет равно корню квадратному из b в квадрате минус а в квадрате. Думаю, это понятно. Все это мы повторили не просто так. На этом уроке мы поговорим о фокусах гиперболы. А у гиперболы, как вы могли уже убедиться, много общего с эллипсом. У них почти одинаковое уравнение. Уравнение гиперболы х в квадрате, деленное на а в квадрате, минус у в квадрате, деленное на b в квадрате, равно 1. Или можно поменять знаки перед х и у, тогда уже х будет с минусом, а не у. Гипербола, заданная таким уравнением, будет выглядеть приблизительно так. Сначала проводим оси. Теперь рисуем асимптоты. Из прошлых уроков мы знаем, что уравнение асимптот следующее. у равен плюс или минус b, деленное на а и умноженное на х. Вот как-то так будут выглядеть асимптоты. Точка пересечения асимптот – начало координат, так как гиперболу мы никуда не переносим. Итак, это асимптоты. Это будет, как я ее называю, горизонтальная гипербола. Если вы найдете у, значение гиперболы, то увидите, что ординаты гиперболы немного меньше ординаты асимптоты. Следовательно, гипербола будет находиться внутри пространства, ограниченного асимптотами. Можно это выяснить и другим способом. Может ли х или у быть равным 0? Если у будет равен 0, это точки, лежащие на оси х, то получится, что х в квадрате, деленное на а в квадрате, равен 1. Итак, если у равен 0, то х в квадрате, деленное на а в квадрате, равен 1. Отсюда х в квадрате равен а в квадрате, а это значит, что х равен плюс или минус а. Таким образом, точки с координатами а0 и минус а0 принадлежат гиперболе. Исходя из того, что гипербола никогда не пересекает асимптоты, следует вывод, что ветви гиперболы открываются влево и вправо. Вот как-то так она будет выглядеть. Чем больше х, тем ближе гипербола к асимптоте. Вот так. И с этой стороны тоже самое. Точка а0 считается одной из вершин гиперболы. В левой части графика рисуем точно такую же ветвь. Вот так. Обратите внимание на то, что общее у гиперболы и эллипса. Это расстояние – это а, и это тоже а. Значит, расстояние между вершинами гиперболы равно 2а. А это очень похоже на ситуацию с эллипсом, где это расстояние равно а, и это расстояние также равно а. Значит, расстояние между двумя горизонтальными вершинами эллипса аналогично расстоянию между левой и правой вершинами гиперболы. Но цель сегодняшнего урока – рассказать о фокусах гиперболы. У гиперболы также есть фокусы , но они находятся левее и правее от этих двух точек. Предположим, это один фокус, а это второй. Теперь давайте вспомним одно из определений эллипса. Эллипсом называется геометрическое место точек, для каждой из которых сумма расстояний до двух данных точек, называемых фокусами эллипса, есть величина постоянная. Ну, а теперь одно из определений гиперболы. Это геометрическое место точек, для каждой из которых разность расстояний до двух фокусов. Допустим, это расстояние – это d1, а это – d2. И разность мы запишем под знаком модуля, так как в какой-то точке d2 будет больше d1. Например, в этой точке d1 меньше, чем d2. Значит, модуль d1-d2 равен константе. Если бы мы рассматривали эллипс, то константа была бы равна d1 плюс d2. Согласитесь, гипербола и эллипс очень похожи. В эллипсе мы берем сумму расстояния от точки до фокусов и говорим, что это константа. А в гиперболе мы рассматриваем разность расстояния от точки до фокусов и тоже говорим, что эта величина постоянная. Следовательно, значение этого выражения будет точно таким же, если я, к примеру, возьму эту точку. Можно взять абсолютно любую точку, только она должна принадлежать гиперболе. Соединяем ее с фокусами. Вот так. Назовем это расстояние d3, а это – d4. Тогда модуль разности расстояний d1 и d2 будет равен модулю равности расстояний d3 и d4. Эта величина всегда будет постоянной, какую бы точку на гиперболе мы не выбрали. Остается еще вопрос, чему равна эта постоянная? Нам нужно выбрать такую точку, с которой легче всего было бы найти эту величину. Например, когда это был эллипс, то мы брали вот эту точку. Тогда, размышляя логически, мы выяснили, что это расстояние плюс это равно 2а, или большой оси эллипса. Так как это расстояние точно такое же, как и это, то это плюс это – это то же самое, что и это плюс это, и равно 2а. И сумма расстояния точки до фокусов также равна 2а. Теперь вернемся к гиперболе. Чему равна разность расстояний до фокусов? Возьмем эту точку. Она принадлежит гиперболе. И нам нужно выяснить, чему равно малиновое расстояние, расстояние до одного из фокусов, минус голубое расстояние. Малиновое расстояние минус голубое. Рассуждаем таким же образом, как и с эллипсом. Расстояние от правой вершины гиперболы, до этого фокуса, точно такое же, как и это расстояние, так как ветви гиперболы симметричны относительно оси y, то есть расстояние от центра до фокусов справа и слева одинаковое. Надеюсь, это понятно. И если это расстояние точно такое же, как и это, то малиновое расстояние минус вот это голубое расстояние равно зеленому расстоянию. А чему равно это зеленое расстояние? Оно равно 2а. Еще в самом начале мы об этом говорили. Значит, эта величина также равна 2а. А сейчас я предлагаю рассмотреть пример с конкретными числами. Итак, мы говорили, что если дано уравнение эллипса х в квадрате, деленное на а в квадрате плюс у в квадрате, деленное на b в квадрате, равно 1, то фокусное расстояние в этом случае будет равно корню квадратному из а в квадрате минус b в квадрате. У гиперболы с эллипсом очень много общего. Вы в этом уже убедились. Уравнение гиперболы х в квадрате, деленное на а в квадрате, минус у в квадрате, деленное на b в квадрате. Или это может быть у в квадрате, деленное на b в квадрате, минус х в квадрате, деленное на а в квадрате, равно 1. Оказывается, я докажу это на следующих занятиях, хотя доказательства не из простых, что фокусное расстояние гиперболы равно корню квадратному из суммы этих двух значений, равно корню квадратному из а в квадрате плюс b в квадрате. Обратите внимание, формула отличается только знаком. Здесь мы находим разность двух знаменателей, а здесь – сумму. Предположим, нам дана вот такая гипербола. х в квадрате, деленное на 9, плюс у в квадрате, деленное на 16, равно 1. Нам нужно вычислить фокусное расстояние. Для этого подставим соответствующее значение в формулу. Итак, фокусное расстояние равно корню квадратному из а в квадрате плюс b в квадрате. 9 – это а в квадрате, значит, а равно 3, а b, соответственно, равно 4. 9 плюс 16 – это 25, значит, f равно 5. Теперь построим график этого уравнения. В этом случае фокусы будут находиться справа и слева на оси х, так как ветви гиперболы будут открыты вправо и влево. Если бы ветви открывались вверх и вниз, то фокусы находились бы вверху и внизу на оси у. О, простите, здесь должен быть не плюс, а минус, ведь это уравнение гиперболы. Итак, давайте проведем асимптоты. Центр гиперболы в начале координат. Угловой коэффициент одной асимптоты равен 16,9. Асимптоты будут с крутым углом наклона. Вот так приблизительно выглядит одна асимптота. А вот и вторая. Вершины гиперболы находятся на расстоянии 2 умножить на а. А в нашем случае равно 3. А в квадрате равно 9, а b в квадрате равно 16. Это у нас центр. И вершины гиперболы будут в точках 3,0 и минус 3,0. А фокусы гиперболы будут расположены в пяти делениях от начала координат. Вот один фокус, его координаты 5,0, а координаты этого фокуса минус 5,0. Здесь минус 3, а здесь 3. Теперь можно нарисовать и гиперболу. Это одна ее ветвь, а это вторая. Вот как-то так. И если мы возьмем любую точку, принадлежащую гиперболе, то разность этого расстояния и этого расстояния будет величина постоянная. И равна она будет 2а, или 6, конкретно в этом случае. Надеюсь, я не сильно вас запутала этим знаком. Здесь должен быть минус. На следующем уроке мы попробуем доказать эту формулу. Это будет не совсем просто. Но невзирая ни на что мы сделаем это. На этом все. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова